Всем, ребята, привет! Вы на канале GameDop и мы продолжаем играть в игру Готика 3. Итак, в конце прошлого видео мы искали, куда нужно отвезти вот этого мужика, Уилл. Я не мог найти того NPC, куда нужно его привезти. Бегали-бегали, не нашли. Но вот буквально час назад я сидел, монтировал видео, и в процессе монтажа я понял, куда его везти. И когда уже монтируешь видео, как-то более поглощенное, более внимательно слушаешь идеологию. Так, я уведу тебя. Хорошо. Короче, чувак, куда нужно отвезти, он сидит возле мельницы. Это ассасин. Охотник за рабами, которые убежали. Вот и ему нужно его и отвезти. А мы бегали-бегали по городу, а как-то прийти к мельнице нам такая идея в голову не пришла. О, здесь и музыка. Не, он просто руках держит и не играет. Не мешай мне, я злопамятный. Чего? Поговорим позже. Ну ладно, вот к кому нужно перевезти его. У меня есть для тебя новый человек. Прекрасная работа, друг мой. Вот, давай разделим выручку за новенького. А что он продает? Покажи мне свой товар. Отмычки нет, отмычек нет. Тогда гуляй. Итак, минус один квест. А куда он пошел? Я даже ограбил его. Забрал его, у него 8 монет. И он злой ко мне. Ему типа это, не нравится, что я его типа привел в город. Давайте на его прокастуем забвение. Возможно он к нам опять будет дружественный. Так, чисто для интереса. Что это было? Да. Лучше уходи, иначе у нас будут неприятности. Ну он не стал оранжевый. Оранжевый типа негативно ко мне относится. Он стал ко мне нейтрально относиться. Но диалоги все равно с ними появились. Но, как говорится, было интересно это проверить. Смотрим следующие квесты. А, какие квесты? Еще. Куда я хочу сходить? Мы же там убили этого шамана. И теперь в домике, где стоит сундук, там один орк остался. Да емая, куда я пошел? Теперь мы просто его усыпим и откроем тот сундук. Шаман Громпел мертв. Тогда моя миссия здесь потерпела неудачу. Я должен снова вернуться в Нордмор. Ну ладно, иди. Уходи. Говорит, нужно вернуться и не уходит. Может нужно пойти поспать, и он потом уйдет. Я могу сказать. Так, спать до утра. Блин, дождь пошел. О, он ушел, отлично. Теперь сундук можно очень спокойно открыть. Тут что-то об алхимии. Надеюсь, просто можно открыть. А может и не можно просто открыть. Он что, на меня смотрит или что? Давай. Присели. Открываем. Сломано. Уууу, взять и все. Тут реально какая-то фигня всякая. Короче, это был 23 старый сундук. Теперь проверяем. У нас сейчас орки сагрятся или нет? Ну, вроде бы нет. Давайте до главного зайдем. А, вот он. Блин, классный плач у него, синий такой. Не мешай, я пытаюсь думать. Займись хоть чем-нибудь полезным. Ладно, диалог не появился. Я думал, после убийцы этого орка, какой-то новый диалог появится. Смотрим следующие квесты. Помните орка, который потерял алебарду? Посмотрел я по сайту. Короче, эта алебарда должна быть и в хижине рыбака. Только в какой хижине? Давайте сейчас по хижинам побегаем. Это хижина рыбака? Да. Что-то мышка залипает. Ё-моё. Какой-то мусор попал уже, наверное. Так, алебарду ищем. Так, ну здесь алебарды я не вижу. Так, сюда зайдем. Так. Так, здесь тоже нет алебарды. Где еще хижины рыбака есть? Это палатка какая-то. А, вот хижина рыбака еще. Так, я не понял. Возможно она в сундуке, это у кого-то. Это уже последняя хижина. А алебарду я здесь нигде не вижу. Ведро для сраня. Сраня. Сраняное ведро, короче. О! А, это связка оружия. Блин, сейчас, наверное, заагрится то, что я взял эту связку оружия или нет. Или не адрес. Короче, где-то алебарда. Алло. Непонятно. Раз, два. Три, четыре. Пять. Я во всех побывал домиках, алебарду это не заметил. Судя по всему, она должна быть и вот в этом домике. Я еще раз посмотрел. А, вот она. Как он смотрит на меня. Короче, в наглую берем. Ты же не против? А, оставь меня. Не против. Ладно. Давайте алебарду отнесем. Орку. Надеюсь, он меня хорошо поблагодарит за это. Так, ты где? Вот он спит. Что случилось? Вот твоя алебарда. Я нашел ее у рыбаков. А, спасибо, Мара. Ты сам спрятал у них алебарду? Что? Ты просто ленивый отщепенец и отлыниваешь от работы. Ну, я тебе сейчас такое устрою. Что ж, тогда мне придется на тебя донести. Ну, ладно. Говори, чего ты хочешь. Сельдан нужно усилить в городской черте. Я уйду. Но Дэнпок узнает об этом. Так, мы нашли еще одного стражника. Нужно пойти рассказать. Это уже получается четвертый стражник. И, наверное, последний. И будет еще хуже. Нужно к этому Дэнпоку или как там рассказать. Да, Дэнпок. Ирмак стоит на вахте в городе. Хорошая работа, Мара. У меня репутация с Исильданом уже 96. Нифига себе. Я не с одним городом такую репутацию не прокачивал. Здесь я лучше всего прокачал. Квесты дрова отнести. А я что, дрова собрал и не отнес? Короче, еще раз бежим на мельницу. Вот и бегаем. От мельницы к мельнице. Туда и сюда. Это третий раз прибегаем и на мельницу уже. Сначала чувака привели. Потом алебарду принесли. Теперь вот и несем и дрова. Вот и дрова. Хорошо, давай сюда. Было бы неплохо, если бы ты принес и остальное. Мне нужно 10 штабелей. А, я не нашел все дрова. Никто ничего от меня не узнает. Так, ребята, я фиг его знал, эти дрова искать. Давайте внимательно. Так, не вижу, не вижу. Не вижу, не вижу. Блин, чё так сложно их найти? Да что такого может случиться? Ну, в домике они вряд ли будут. А, вот. В домике вряд ли. И это, зашли в домике и в домике их нашли. Понятно, понятно. Сейчас и остачу донесем. На. Вот, держи, я принес дрова. Отлично, давай их сюда. Вот твоя награда. Репутация 100. Зашибись. В первой мне идее, еще раз сходите к главному. Потому что репутация на 100 прокачалась. И вроде бы, когда репутация на 100 прокачивается, не знаю, это правда или нет, но могут появляться новые диалоги. О, Инор. Это же этот... подстанец. Я знаю, в чем секрет Умбрака. Так что это? Мощный магический артефакт? Во время войны Умбрак был самым жестоким полководцем. Все избегают его гнева, чтобы с ними не случилось то же, что с его военными жертвами. Ага. Поэтому они все еще идут за ним. Умбрак должен умереть, иначе мы никогда не узнаем свободы. А ты? Как думаешь, ты смог бы убить Умбрака? Он всего лишь орк, а не полубог. Хорошо. Тогда мы пойдем за тобой, как только ты подашь нам знак. Орки знают, что вы освободили рабов. Проклятье! Тем более важно, чтобы мы наконец нанесли по ним удар. Спасибо за информацию. Так. Ну все, я получил квест на освобождение Сильдана. А че для меня все орки стали оранжевые? Слышу, что кто-то с кем-то бьется. Где? Где звуки боя? Да е-мое, где они бьются? О, там орк с кем-то бьется. А, это тот, который пошел типа в этот, в какой-то там, в норд тот. Да. А здесь какая-то замачка. Секундочку, два сундука я открывал, этот сундук я пропустил. Скоро ты станешь лишь воспоминанием. Покажи мне свой товар. Нет, товар мне твой не интересен. Я думаю, ему тебя убить надо. Вот как вы думаете, его убивать нужно или не нужно его убивать? И вот фихи его знает. Ну, он, короче, пошел вот в зимнюю локацию. Или его сопроводить нужно? Вот в прошлый раз, когда я сопровождал NPC, это было вне видео. Я не хотел типа это на видео записывать, потому что думаю, ну, чувак типа ушел по своим делам, и все, он типа пропал. Нет. Он кое-куда дошел, и там были прикольные штуки. Это я рассказываю про белого... Ой, про того белого волка. Но я это не записал, это я только на словах рассказал. А давайте за этим NPC мы проследуем под запись видео. Короче, когда будем идти, просто идти, никого не будем встречать, я это буду вырезать. Ты для меня не соперник. А че он на их сагрился? Он на рабов сагрился. Он на рабов сагрился. Можно я тебе покажу? И че? Я рабов убить не хочу. Ждать, пока он их убьет? Или они его убьют? Это эпичная битва. Вообще эпик, просто эпик. У рыбоков просто деревянная палка. Вот деревянная палка и этого орка как собаку парширю гоняет. Но у Тарака уже хп мау. Во, дубинка. А, у него есть зелье лечения. Хорошо. Он это, идет прямиком на лагере наемников. Точнее, лагере повстанцев. Они сейчас его просто убьют, да и все. Получается так. И, кстати, мне в этом лагере нужно с кем-то поговорить. Ой, только не понял уже с кем. И для меня не соперник. Ну, тут уже противники посерьезнее. Врачеварка убьют. Стой. Кончу. А. 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 Ай, его убиваю. А. 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 Да, они его убили. Сейчас побегу по этому городу, попытаюсь найти с кем нужно поговорить. Или хотя бы поищу новые диалоги. О, вроде бы Аннах. военачальник Умбрак из Сильдана хочет твоей смерти. Ха-ха-ха-ха. Я знаю. В этом нет ничего тайного. Я только удивляюсь, почему он еще никого не послал убить меня. Сильдану нужна твоя помощь. Я знаю, черт побери. Что мне делать? Я не могу уйти прямо сейчас. Отправляйся к моему брату Инагу и сообщи ему, что с этого момента о всем необходимом должен заботиться он. Опять в Сильдан нужно бежать. Телепортируемся в Сильдан и бежим к его брату. Твой брат Анок не сможет тебе помочь. Проклятье! Я не знаю, как я должен управляться со всем этим в одиночку. Да. И все же, спасибо тебе за помощь. Отлично. Поставались квесты, которые я не буду выполнять в данный момент. Ну, потому что я не буду убивать и повстанцев, рабов тоже убивать не буду. Так что можно с этой локации сваливать. Смотрите, куда я дальше телепортируюсь. Погнали. Барабанная гробь и мы появляемся возле города. Появляемся. Появились. Кабдун! А почему и здесь репутация упала? Это из-за чего? Из-за квеста какого-то? Отдохни немного. Я не понял. Все стали для меня орки коричневые. У меня есть поддержка подпольных повстанцев в этом городе. Готовься к смерти. Хм. В башне есть паладин, которого можно освободить. Он будет биться с нами, убивать всех, помогать. Можно сразу его типа убивать или как? Давайте проверим. У меня есть поддержка подпольных повстанцев в этом городе. Готовься к смерти. О чем ты говоришь? Ты предал меня, Морро? Что ж, хорошо. Делай то, что должен делать, но я тебе просто так не дамся. Я сломаю твой черепот. Блин, мне тупо арбедр это расстрелял. Давайте тогда попробуем через паладина, который в башне там сидит. А ты что делаешь? Продай мне свои снадобья. Продай мне свои снадобья. Если я буду продавать свой товар каждому проходимцу, что же из этого получится? Для этого тебе придется сперва кое-что сделать, мастер дерзости. Что, квесты здесь есть? Я квест пропустил. Что ты хочешь? Мне нужен мешок с ингредиентами для работы. достань мне дюжину целебных трав, и тогда, может быть, мы заключим сделку. Ну, у меня вроде бы есть. Где мне найти целебные травы? Посмотри наверху, возле маяка. я там видел вчера несколько. У меня есть травы, которые ты хотел. И они могут мне очень пригодиться. Репутация Кабдун 100. Расскажи мне что-нибудь об алхимии. Хочу готовить мах напитки. К этому ты еще не готов. А когда я буду готов? Продай мне свои снадобья. Ладно, посмотрим сколько у тебя золота. Ого. А я ничего не буду покупать и мне здесь наверное нифига и не надо. Так, чисто квест выполнили ради опыта да и все. Все, бежим в башню к паладину. Алхимик очень доволен тобой. Неплохо. Ну, ладно, послушали диалог по пути. Короче, у алхимика я квесты пропустил когда выполнял квесты в Кабдуне. Сейчас будет очень весело. Я вам отвечаю. Будет пипецки весело. Но я теперь стал сильнее. Так, тут диалогов новых нету. Хуже уже не будет. Тут тоже диалогов нету. тоже нету. Ну, паладин. Эй, ты чего хочешь? Пришло твое время. Давай освободим город. Многие хотели сделать это со мной. И ты первый, кто достоин это сделать. Но нас с тобой всего двое. Будет чертовски трудно. Подумай хорошенько. Мне должны еще эти повстанцы помогать. Им давал для этого оружие. Подполье поддержит нас. Давай сражаться сейчас. Тогда чего мы ждем? Следуй за мной. Я буду сражаться пока не умру. Да, только не умри, а только квест будет проваленный. Плохо. Нужно создание выбивать, потому что зажимают и все. Кстати, это уже не первая попытка Кабдуна освободить. Не знаю, там в каких-то сериях мы это уже пытались. Вот туда я был очень слабенький и у нас это не получилось. Теперь я стал сильнее. Так, выбегаем. Да е-мое! блин! Арбалечки заколупали! со спины бью! это двои кайф! это твои кайф! да блин так хорошо все было ну ёба эти долбаные болельщики не заглупали меня столько бились 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 и в самом конце меня убили он даже прибежал ассасин уже я просто переживаю чтобы этого палатина не убили так я даже не комментирую потому что тяжело комментировать так что там в доме у нас нормально а ассасина убили где повстанцы я тут уже помогать есть еще порох в пороховницах убили все мы освободили города или чё это все потом нужно будет пойти поверить всех это полутать где повстанцы которые нам нужны были помогать дам бежит эти проклятые орки кабдуна освобожден и ты тоже спасибо тебе если бы ты не помог мне они бы меня убили я останусь поднимать здесь сопротив каждый отвоеванный город будет укреплять тыл короля и еще если ты когда-нибудь пойдешь в монтеру поищи там волчье логово на юге от города в нем ты найдешь меч он меня еще ни разу не подвел я спрятал его там перед тем как гамаль взял меня в плен если ты принесешь его мне то в убытке не останешься меч возле монтеры а меч у меня твой меч у меня честно дай-ка взглянуть я благодарю тебя друг позволь мне наградить тебя за твою службу тыщу голды дал класс мы освободили кабдун а где тот и повстанец а вот он мне же обещал помочь это полный успех спасибо чужак я буду поминать тебя в своих молитвах возьми вот это пусть это помогает тебе на путях твоих чего лопату дал мне да так куда он пошел теперь он все рук расскажи мне что-нибудь об искусстве торговаться нет я не могу этого сделать слушай я тебя заплатил так что давай научи меня послушай ты можешь это сделать когда будешь торговаться увидишь что тебе предлагают цены получше короче что-то я изучил а он просто бегает туда-сюда а я теперь могу теперь по домам побегать сундуки все пооткрывать да спокойно чтобы не бояться ничего я не помню где там забирал где не забирал сундуки к этому к главному зайти тут я вроде бы точно сундук а не забирал забирал здесь сундук тут я все забирал а где я не забирал где-то что-то я пропускал помню не везде все собрано вроде бы сейчас побегаем проверим каждый домик вот сундук сейчас верно я с этого города уйду потом вернусь ну короче будет много повстанцев в городе тебе пора идти или просто поспать нужно будет и повстанцы в город вернуться не помню не помню точнее не то что не помню не знаю надо проверять да я вроде бы в этом городе почти все позабирал я так в наглую пришел все забрал и там что-то пытались на меня наехать что я ворую а я вообще не парился даже давайте пособираем то что мы там навыбивали мы там уже много орков перебили и не только орков перебили много классно что мы город освободили второй ну первый город такой типа маленький как он называется забываясь постоянно ордея там как бы типа обучение было знакомство с игрой так вот типа главный у сколько всего лежит поднимай 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 офигеть сколько всего а тут сундук тоже скрытый о топоры мечи валяются тоже скрытый так я все сундуки пооткрывал даже когда город был под ороками вроде бы всех залутал ну чё поспать нужно попробуем поспать если поспать не получится здесь постанцы не появится так возьмем телепортируемся в другой урок потом сюда телепортируемся блин да где кровати все не могу кровать найти чтобы поспать ё-моё ой-ой-ой что-то я перестарался с прыжком ну а ну в этом домике есть опа сундук опа сундук не кровати нету это вообще склад какой-то это ё-моё дайте кровать поспать я уже полчаса первую кровать ищу о о о так ну без изменений да ладно делаем что телепорт неважно куда давайте до короля сходим побеседуем с ним может я типа город освободил так какой-то там диалог появится в теории как обычно на телепорте зависает так ну тут зеленые дружественные для меня это хорошо рабар нет диалога нету тогда к магу сбегаем по-быстрому с магом тоже диалога нету требуется варка зелья превращения зелья превращения обучаются вроде бы вдруг а ну тп в гельдерму там пробежать вроде бы есть друид если я не забыл куда бежать а я забыл куда бежать ну короче блин наверно нужно на другой вход выбежать не на этот а на другой вход и там куда-то в сторону речки там какой-то мостик ой не помню сейчас поищем не 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 помню где здесь друид или нужно в монтеру телепортироваться а ну давайте тп в монтеру сделаем так туда бежать нет туда бежать нет блин и туда бежать помните когда мы сбежали в монтеру там был прямой путь и далекий путь там была пещера с друидом вот туда я хочу вернуться это по идее по дорожке по дорожке нужно вот в ту сторону бежать и этого друида искать в пещере его там эти не повстанцы а ну то что какая-то фракция другая опа идет такой спокойно себе и думаю если мы будем по этой дороге бежать то мы в теории дойдем до той пещеры которая нас интересует так что побежали опа ржавые мечи самый ценный лут вот вот короче странники его не мог название вспомнить странники и вот этот друид который нас интересует нет не этот вот этот научи меня готовить напитки для превращений напитки превращений позволят тебе трансформироваться в любую форму жизни но на короткое время нет нужды уточнять что для этого тебе нужны необходимые ингредиенты и алхимический стол отлично теперь вот это я хочу готовить магические напитки да 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 этим знанием ты сможешь приготовить любой постоянный напиток все что тебе понадобится это рецепт и необходимые ингредиенты но учти что многие из них достаточно редкие так что придется хорошенько потрудиться а потом наслаждайся приготовлением отлично а что ты продаешь а он ничего не продает что такое я хочу исследовать путем знания телекинез а типа скиллы изучать облик животного сон можно в принципе сон выучить иногда нужен ты еще не готов к этому а а чего то нужно телекинез ну давай власть означает ответственность аданас не разбрасывается ею просто так окей давай сон аданас дарует тебе свою магию чтобы ты помог вершить историю мира отлично и ледяное копье давайте прикачаем лед и холод вот твое оружие против всех кто становится на пути воли аданаса так прокачали скиллы отлично отлично супер бомба ну тогда выходим и продолжим в следующем видео а можно такой мелкий кидать а можно такой мелкий кидать не делай что хочешь в принципе блять уже всем похуй не ваш не на меня кидать подержи пожалуйста снимай снимай дай Таня телефон Таня снимай снимай